Дань высокого уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград. Звание Героев Советского Союза, Российской Федерации, Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. У горельефа, скорбящей матери Родины, все, кому небезразличны прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Алые гвоздики и розы к вечному огню возлагают губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители общественных, ветеранских организаций, юно-армейцы и военнослужащие. В торжественной церемонии принимает участие с гордостью, делится младший лейтенант Андрей Сидоров. Ведь настоящим героем Отечества может стать каждый из нас. Я служил в армии, бывали простые люди, но неожиданно проявляли себя с такой стороны, которые физически, может быть, морально подготовленнее люди могли спасаться в данной ситуации. А они проявляли себя как герои. Поэтому героем может оказаться любой среди нас. Памятная дата была учреждена в 1769 году указом императрицы Екатерины II. Воинам, проявившим особую отвагу в боях, вручали орден Святого Георгия. Награда имела четыре степени отличия, первая из которых считалась наивысшей. Первым орденоносцем стала сама Екатерина II, а кавалерами ордена – более 10 тысяч человек, 25 из которых получили высшую степень награды. Идею о возрождении праздника в России выдвинули в 2007 году. С тех пор ежегодно в начале декабря в нашей стране отмечают памятную дату. Авторы законопроекта выразили надежду, что это будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству, которое нынешние бойцы готовы защищать в любую минуту, день и час. Конечно, пойду воевать. У меня дед воевал в Великую Отечественную войну, у меня брат Второй Четверской воевал. Вот мое время пришло тоже. Понадобится, поеду. Указом президента Российской Федерации орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды. Кавалерами современного ордена уже стали более 20 офицеров, в том числе участники военных операций на Северном Кавказе и Сирии. Восстановленный орден Святого Георгия выглядит так же, как и при Екатерине Второй. Ольга Павлов, Константин Головин. События.